Это новость об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Двое украинских бойцов ранены за минувшие сутки на Донбассе. Это произошло в районе Широкины и Водянова, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Матузянник. По его словам, на Луганском направлении было спокойным. Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском. Там боевики вели огонь из бронетехники. В Павлополе применили минометы, в Красногоровке стреляли из БМП. На Донецком направлении в Авдеевской промзоне также использовали минометы. На Донецком направлении основные боевые действия велись в Авдеевской промзоне. Обстрелы длились перерывами около 8 часов. Боевики применили минометы. По нашим позициям выпустили несколько десятков боеприпасов. Украинские войска открывали огонь в ответ. Также нарушался режим прекращения дня на Светлодарской дуге, Горловском периметре и Донецком аэропорту. Ударить по пропаганде для прифронтовой Авдеевки правоохранители печатают газету. Спецвыпуск полиции Донеччины. Пока единственное украинское издание в городе. В нем информация в происходящем пунктах, куда можно обратиться за помощью. Полицейские сами распространяют газету. Часть оставили в своих пунктах. Они сейчас работают как штабы помощи. Авдеевцам важно утолить информационный голод, считают в полиции Донеччины. В Авдеевке не хватает украинских радио и телеканалов. Доступны только российский и так называемый ДНР. Крайне информационный голод здесь. Думаю, что мы будем стараться расширить наше влияние на информацию здесь. Думаю, что мы издадим еще газеты. Конечно, будем заниматься информированием еще и населения. Помимо всех основных наших функций. Боевики оправдывают обстрелы позиций украинских военных тем, что, мол, связи с командованием не было. 10 февраля наемники пехотинцы атаковали бойцов минометными подразделениями. Их командиры проигнорировали распоряжение старшего командования, сообщает украинская разведка. Также, по их данным, пророссийским силам в оккупированную Кадиевку прибыла комиссия. Расследуют разворовывание денег на ремонт боевых машин. За одну и ту же отремонтированную отчитываются, как за новую восстановленную. Информационная война с момента незаконной аннексии Крыма. Россия значительно увеличила пропаганду в мире, заявила официальный представитель НАТО Анна Лунгеску. В комментарии Reuters сообщила, руководство Альянса обеспокоено тем, как Кремль использует телевидение и интернет для распространения фейковых новостей. Такие материалы неоднократно, по данным НАТО, публиковали российские медиакомпании. Еще в 2014-м Альянс основала сайт по борьбе с дезинформацией. С того времени он зарегистрировал 32 мифа о НАТО, которые регулярно озвучивают российские СМИ. Из примеров – публикация сайта Life.ru, смонтированной аудиозаписи телефонного разговора генсека Альянса Йенса Столтенберга и российского пранкера, который изображал президента Украины Петра Порошенко. На самом деле этого звонка никогда не было. Российские СМИ на любые обвинения заявляют, что лишь представляют альтернативную точку зрения, которую не показывают западные медиа. Билеты в кредит и контроль за перевозками по железной дороге. Аналитика коррупционных рисков и система для жалоб на обслуживание в госпредприятиях. В Киеве презентовали 5 IT-сервисов. Они созданы, чтобы помочь в борьбе с коррупцией в госструктурах. Начали с Министерства инфраструктуры. Подробнее о проектах наши журналисты. Следить за пассажирскими грузовыми поездами и сверять с данными Укрзалезницы. Все это в автоматическом режиме может делать сервис Seven Red Lines. С помощью всего ста камер на ключевых транспортных узлах не только пересчитает количество вагонов, но и определит, не переполнены ли они. Это дополнительный инструмент мониторинга логистики. Если это будет использовать Укрзалезница, они смогут сверить, что реально ехало с тем, что проходит по их базам. Другие смогут составлять статистику. В итоге это исключит коррупционные схемы в перевозках. Большая часть представленных сервисов работает на основе открытых данных госструктур. Проекты «Восьмая колу» и «Би-Ай-Бот» анализируют огромные массивы информации и показывают ее в доступном виде. Первый помогает узнать о случаях коррупции, связанных с конкретными чиновниками. Второй отслеживает связи в сфере публичных финансов. Сейчас можно увидеть некоторую аналитику по декларациям. Это из самого интересного такого, что особо никто не делал из проектов. Это сравнение стоимости движимого имущества и доходов по декларациям. Доходы из офшорных стран. Это сравнение доходов и обязательств. То есть количество кредитов, которые необходимо выплачивать и количество задекларированных доходов. Это новый веб-сервис, который позволяет найти и визуализировать хозяйственные связи между предприятиями и очень точно и наглядно увидеть, как двигаются государственные деньги, какое предприятие у какого что-то покупает, кто участвует в госзакупках и выигрывает тендеры. Эти и другие сервисы создали с нуля всего за три месяца. Разрабатывали их энтузиасты под контролем менторов из сферы IT и топ-менеджмента. Помогали специалисты из Министерства инфраструктуры. Всего подали более ста проектов. Мы отобрали лучшие. Потом вместе их разрабатывали. За время инкубации поменялось многое. Была доработана программная часть, бизнес-модели, дизайн, найдены точки соприкосновения с министерством и госпредприятиями. Уже скоро все сервисы обещают внедрить на государственном уровне в Министерстве инфраструктуры. Позже распространить на другие ведомства и предприятия. Мы видим качественные продукты для государства, которые уничтожат инструменты коррупции. Мы объединяемся с правоохранительными органами в охоте на коррупционеров. Я рассчитываю, что это явление будет устранено и в Укрзалезнице, и в других структурах. Но базовая вещь – не гоняться до бесконечности за коррупционерами, а уничтожить причины коррупции. Часть сервисов сейчас работают в тестовом режиме и требуют дополнительных инвестиций. Некоторые уже полноценно функционируют. Юлия Крючкова, Евгений Савицкий, UATV. Бой на ножах. На Закарпатье прошел 11-й фестиваль мясников. Повара соревновались в приготовлении блюд. Наши журналисты наблюдали за батлом. С 7 утра повара уже управляются возле мангалов. Все потому, что некоторые блюда готовятся по несколько часов. Василий уже успел приготовить сочную и нежную рульку. Это рулька. Готовая, прекрасная, вкусненькая. Посмотрите, какая. Тает во рту, а не в руках. Нет никакой особенности. Просто нужно с любовью готовить, и все будет получаться. Будет вкусно, и все будут довольны. Начал обряд приготовления своего блюда и Виталий. Развел костер и подготовил необходимые ингредиенты для всеми любимого бограча. Это венгерское кушанье уже давно прижилось на Закарпатье. Бограч одновременно и первое, и второе блюдо. Вываривается несколько часов. Главный ингредиент, кроме огромного количества мяса, красный перец. Чем больше чили, тем острее бограч. Сначала тушится мясо, обжаривается сало, тушится в нем мясо. Когда мясо уже готово, к нему добавляется вода, картошка и все специи. На каждого человека свой вкус, кто что любит. Например, мы сейчас в Береговском районе. Здесь больше расходятся острые блюда, потому что приближенные к венгерской кухне. За день фестиваля обрабатывается и съедается ни много, ни мало. А три десятка – туш свиней. Жюри выбирать не приходится. Попробовать нужно каждое блюдо. Только так можно честно оценить работу поваров. Прежде всего, жюри выбирает по вкусу. Мы обращаем внимание на 13-14 блюд. К ним также входит водка, домашнего производства, горячее вино. На празднование столы ломятся от огромного количества блюд. У гостей разбегаются глаза, мясо повсюду. Блюд без него здесь не найти. Мы получаем удовольствие и чувствуем, что присоединяемся к культурному наследию не только украинского народа, но и в частности того региона, где все это представлено. Мы попробовали те блюда, которые действительно есть в данном регионе. Любим простую еду. Шкварки, подчеревку пожарить с луком, колбаски, котлету сделать. Знаете, когда сам вырастил, как наши родители нас учили, мы сегодня к этому стремимся, чтобы была натуральная еда простая и полезная. Главное – не переедать. Фестиваль мяса на Закарпатье проводят каждую зиму. В селе Геча проживает примерно тысяча человек. Но в день празднования сюда съезжаются отовсюду. В этот раз повара накормили 3000 посетителей.